Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега Вадим Бабенко из Санкт-Петербурга. Вадим, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! Как вам сегодняшний день? Что интересного? Ну, сегодня знаменательный день, все это понимают, все с нетерпением ждут 21.00 и решения поставки. Поэтому день, собственно говоря, будет сейчас протекать именно в ожидании этого события. Так какие у вас ставки в ожидании ставки? Ну, предполагается, что основной сценарий – это то, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, и на этом дело может даже остановиться. Ну, все ждут комментариев после решения поставки. Но ситуация такая, что это всего лишь вероятность, что будет такой сценарий, а есть еще большая доля вероятности, что будут и другие сценарии. Поэтому, скажем, это решение пока еще не предределено, и могут быть всякие варианты. Понятно. Давайте посмотрим на графиках, что может быть сегодня в этой ситуации. Видно? Видим хорошо. Начнем с индекса доллара. Вчера, с началом американской сессии, мы наблюдали всеобщее ослабление доллара по основным валютам. Ну, как бы в общем плане. И с чем это связано? Ну, наверное, с какими-то ожиданиями. Ночью, скажем, это ослабление доллара было приостановлено, и доллар начал укрепляться, и что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому давайте рассмотрим, скажем, эту картину с глобальной точки зрения, и что же это означало по основным валютным парам. Но в индексе доллара на недельном графике мы видим, что индекс доллара двигается в большущем восходящем канале и в текущем импульсе. Никакого разворота сейчас и ослабления доллара не наблюдается. Он движется поступательно, и все, что сейчас происходит, это какая-то там, какая-то коррекция от предыдущего импульса. Поэтому он даже только коснулся нижней границы текущего восходящего канала. И то, что может быть при решении, скажем, глобально, можно оценить следующим образом. Если сейчас с текущих значений индекс доллара пробьет уровень 99.38, то мы увидим подтверждение поступательного движения индекса доллара наверх. При этом он пробивает некоторый зеркальный важный этот уровень. И доллар укрепляется по всем фронтам дальше. Альтернативный сценарий реализуется в том случае, если индекс доллара с текущего значения пробивает нижнюю границу этого текущего канала и более, так сказать, широкого канала. И в дальнейшем пробивает важные уровни поддержки, которые здесь отмечены. Я бы отметил здесь, наверное, все-таки 95.80, при пробитии которого мы имеем подтверждение того, что индекс доллара начал ослабляться. Ну, если посмотреть на дневной график, то в более ближайшей перспективе ослабление доллара начнется, если он преодолеет отметку 98 и далее 97.86. Если он преодолевает 97.86, мы имеем более широкий нисходящий канал, в котором, собственно говоря, и будем наблюдать дальнейшие движения долларов с нисходящим границем, с границем восходящего канала. Теперь посмотрим, что происходило по основным валютным парам в течение вчерашнего дня и сегодняшнего утра. Начнем с евро-доллара. На недельном графике мы видим, что он однозначно двигается в нисходящем канале, как текущем, так и импульсном, и даже не вышел из импульсного канала, поэтому никаких признаков разворота технических сейчас нет. На дневном графике, как мы видим, он в импульсе вчера на ослабление доллара, он сходил вверх, а сейчас то, что наблюдается, сейчас это всего лишь коррекция после вчерашнего импульса. То есть ни о каком глобальном ослаблении доллара, вернее, ни о каком глобальном, там сказать, укреплении доллара пока речи не идет. В то же время, это всего лишь некоторая коррекция по евро. Никаких рекомендаций, ну, конкретных. Я вот сейчас бы не рискнул высказать, в силу того, что рынки, скорее всего, более сейчас склонны к ожиданиям, а не к каким-то резким действиям. Поэтому, ну, конкретные точки, может быть, и не стоит сейчас давать, потому что ситуация может измениться. Чего-то, может быть, в локальном моменте может повлиять некоторый выход статистических данных. Мы ожидаем по евро в 12.00 индекс потребительских цен. Может быть, этот как-то повлияет. Пока по евро все, но мое отношение такое, что я, наверное, буду ждать его более внизу, где-то к отметкам 0.925, с которых, наверное, уже можно его будет купить. Ну, недельный график, как мы видим, однозначно его пока движение вниз, а сейчас он, в принципе, делает попытки, скажем, преодоления этой тенденции. Ну, для меня это станет очевидно, когда он пробьет отметку 25, где-то 78-25.80. В этом случае я буду считать, что он преодолел последний нисходящий импульс, и мы будем иметь признак дальнейшего укрепления фунта. В текущем значении дневной график мы видим, что после вчерашнего импульса фунт находится в коррекции. И, в общем, так можно ожидать, что какие-то движения еще будут, особенно на выходе в 11.30 статистических данных по индексу потребительских цен возможно будет какое-то движение. Ну, сейчас, опять же, повторю, что фунт находится в коррекции после вчерашнего импульсного движения, поэтому можно ожидать и продолжения его восходящего движения. Я сам склонен, что он все-таки будет идти и дальше, и потенциал его движения, как мне кажется, до отметки 27.80, с которых его можно хорошо продать, как мне кажется. Пока по фунту все. Швейцарский франк. Ну, как мы видим, на недельном графике мы имеем восходящее движение к паритету. Пока никаких признаков того, что швейцарский франк падает я бы не сказал. То есть, пока и есть поступательное движение к уровню паритета. Посмотрим на дневном графике. Ну, мы видим просто подробно. И, скажем так, мое ощущение следующее, что если он пробивает отметку 98.75, такой важный уровень сопротивления, то ему нужно, как бы он может в этом зоне паритета, он может застрять и не получить дальнейшего пробития. И, скорее всего, может наблюдаться сценарий, который мы видели и до сих пор по двум предыдущим движениям. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот в зону зашел и дальше низкое падение. Вот не преодолел вот этой отметки и дальше резкое падение. И вполне возможно, мы увидим следующую картину на решении, что где-то в этой зоне, скажем, он может продемонстрировать нам, так сказать, ту же самую картину. Поэтому я вот склоняюсь, что его можно откуда-то из этой зоны продавать пару. Кроме того, надо все-таки помнить, что швейцарский франк является защитным активом наряду с японской иеной и золотом. Поэтому, что сейчас мы наблюдаем в отношении, там, скажем, США и Ирана, может повлиять. Сегодня в 17.30 будет конференция министра обороны Саудовской Аравии, в котором он, наверное, изложит подробности атаки. И, то есть, мы ожидаем, я ожидаю некоторые согласованные позиции и, наверное, скорее всего, там будет обвинен Иран в проведении этой атаки. Но посмотрим. Пока все складывается таким образом, что США нагнетают обстановку, обвиняют Иран. Иран, в свою очередь, отрицает свою причастность к этой атаке, что это говорит, и говорит, это йеменские повстанцы хуситы это сделали. В общем, мы сейчас наблюдаем нагнетание обстановки и, скажем, как это будет происходить и что скажут после 17.30 и какие-то могут быть события, еще кто-то может что-то высказаться. Поэтому вполне может быть соответствующая реакция валют. По швейцарскому франку у меня все. Иена. Ну, тоже степени это относится к тому, что я сказал предыдущих. С моей точки зрения сейчас глобально иена находится в нисходящем тренде, делает попытку выхода из текущего нисходящего канала. Но пока эта попытка робкая и пока он не преодолеет отметку 103, 109.35 я буду считать, что он корректирует, что иена пока находится в коррекции. Сейчас что-то порекомендовать, мне кажется, в преддверии решения было бы неправильно давать какие-то конкретные рекомендации, чего делать. Поэтому оставим пока ситуацию с иеной, так как она есть. Мне кажется, она сейчас просто законсолидировалась и выбирает, куда же ей двинуться. канадский доллар. Давайте посмотрим канадский доллар. Так, на недельном графике мы видим, что он движется в глобальном нисходящем канале, но сейчас в текущем он как бы это восходящий канал, но в то же время из него сделана попытка выхода, а сейчас он пытается в него вернуться. Что произойдет с канадским долларом, непонятно. Дальше мы не в 15.30 ждем индекс потребительских цен, возможно, это окажет какое-то влияние. Также ситуация с нефтью, которая тоже оказывает на канадский доллар влияние большое. Ну, скажем так, что если бы он, конечно, доберется за отметки 34, там 30, 34.40, то уже с этой момента можно рассматривать его продажи, а если он там закрепится, пойдет дальше, продажи, конечно, с отметки уже более высокой 35.60. Пока других вариантов я как бы более точных сейчас не буду говорить. теперь посмотрим на австралийский доллар. Австралийский новозеландский доллар вчера синхронно в импульсе начали укрепляться, но теперь как бы вот в текущем начиная с ночи и скажем в текущем моменте скажем этот импульс сводится практически на нет и уже как бы цена стремится к началу этого импульса по австралийскому доллару. Смотрю сразу часовой график чтобы показать вам это. Ну пока начало импульса не преодолено в принципе мы можем считать что это глубокая коррекция и если оно остановится и не преодолеет этот импульс то возможно будет дальнейшее восходящее движение вверх. Ну пока ситуация непонятная и ждем как цена поведет себя дальше новозеландский доллар Наша боль новозеландский доллар Да он начал резво вчера так сказать на все в общем ослабление доллара он за компанию с австралийским долларом начал резко укрепляться началось импульсное движение достигло отметки 63.60 и как бы ослабело новозеландский доллар еще поддержал так сказать хорошие показатели по индексу цен на молочную продукцию который показатель который оказывает существенное влияние поэтому новозеландский доллар крепился но сейчас но сейчас как бы на общем сказать на коррекции он опять спустился в нисходящий свой канал но все таки у меня есть некоторые как бы робкие надежды которые подкрепляются собственными желаниями о том что сейчас мы видим просто некоторую глубокую коррекцию так же как в австралийском долларе и он сейчас законсолидировался и мы ждем дальнейшего как бы куда пойдет новозеландский доллар дальше пока сейчас это коррекция против после вчерашнего импульса мы не преодолели нижнюю границу нижнее начало от которой этот импульс пошел поэтому мы вправе в общем-то ожидать в том числе и дальнейшее укрепление новозеландского доллара после коррекции но пока сейчас это не очевидно поэтому ждем как будут развиваться события дальше у меня все на сегодня ясненько Вадим спасибо вам большое за ваш обзор давайте остановим демонстрацию рабочего стола один только еще вопрос у меня как вы лично будете действовать давайте демонстрацию остановим как вы лично будете действовать в 21.00 и 21.30 то есть что вы будете делать сидеть наблюдать или может быть искать какие-то точки входа или что-то еще ну я на евро поищу точки входа в покупку то есть если будет решение которое приведет к ослаблению евро то тогда это будет до 21 или уже только после 21 да я поставлю ордер отложенный и буду смотреть что же там на самом деле происходит до вы поставите ордер до 21 да конечно безусловно отложенный ордер поставлю потому что там можно будет иначе может быть и не сообразить уже я понял куда вы поставите ордер да наверх наверх поставлю где-то в районе 90 90 25 90 30 1 0 9 0 да 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 я думаю что трейдеры все меня понимают когда я называю эти цифры которые называете пятизнак а у нас большинство торгует четырех знак поэтому я как раз четыре знака называю 90 не может быть четыре знака потому что 1 9 получается это уже высоковато первая цифра отбрасывается и называют четыре последние да поэтому серьезно у нас ребят да да вот так вот так да так мы общаемся с друг другом да я понял я понял коллеги в общем на 1 0 9 0 0 вадим бабенко поставит сегодня в 20 я думаю что можно и повыше чуть-чуть все-таки надо на 25 и на самое может быть на 30 хорошо 1 0 9 30 поставит свой отложенный ордер на покупку евро вадим бабенко случится это в 20 59 сегодня по москве так что подумайте может быть и вам есть смысл это действие произвести спасибо большое вадим вам за ваш обзор хорошего дня удачи сегодня всем удачи сегодня спасибо до свидания до свидания